После полуночи во дворе жилого дома в центре города обезумевший горожанин принялся крушить припаркованные иномарки. Проснуться владельцев машин заставил вой охранных сигнализаций. Выглянув в окно, жители дома опешили. На придомовой территории бегал раздетый до нижнего белья мужчина, оглушая ночную тишину отборной бранью. Кричал, угрожал всем прохожим, он минут 20-30 бегом тут. Девушку собирался там убить, и такие там были отборные маты. Был в белом костюме, потом он подошел, я не знаю, где его одежда, может быть здесь вот под балконом или там где-то, а потом видим, уже он под них плавка бегом. Из малоразборчивых воплей мужчин очевидцы поняли, что дебошир зол на какую-то даму. Обиду он решил выместить на чужих иномарках. Причем раскурочивать машины незнакомец принялся голыми руками. Наибольший урон от хулиганства понес владелец Тойоты Клюгер. Кулаками хабаровчанин разбил ветровое стекло иномарки. Другая Тойота, ленд-крузер Прада, получила несколько ударов кулаками в борт. На дверях внедорожника остались вмятины и следы крови хулигана. Полицейские скрутили неадекватного горожанина и поместили его в служебную машину. Сидеть на скамье состояние мужчине не позволило, он завалился прямо на пол. Неразборчивая речь сменялась нечеловеческими воплями. Вы трезвый сейчас, нет? Ага. Как зовут вас? Владюша. Установить личность мужчины удалось. Это 35-летний житель Хабаровска. Из его рассказа полицейские выяснили, что последние несколько суток задержанный слишком мало спал, а накануне решил залить какую-то личную драму алкоголем. Организм такой нагрузки не выдержал, мужчину доставили в отделение полиции. Ему грозит не только привлечение по статье хулиганства, но и ответственность за нападение на представителя власти. Во время задержания он несколько раз ударил полицейского. С места происшествия Сергей Полоэктов, Анна Карпова и Павел Рогатин.